Сема лекции управления внешнеэкономической деятельностью. 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 Общее начало в основе которых присутствуют следующие элементы. Цели задачи управления, способы достижения поставленной цели, организация, субъект и объект управления. Сочетание этих элементов формирует понятие управления. А различие цели, способов их достижения, характер взаимодействия управляющих субъектов и управляемых объектов определяет модель управления как административную или рыночную. Таким образом можно сказать, что и в современном понимании управление представляет собой воздействие управляющей системы, субъект управления, на управляемую систему, объект управления в целях достижения нанеченных результатов, то есть заранее сформулированной и осознанной цели. При плановой административной модели экономики цель управления определяется народохозяйственными критериями, а не интересами первичных зрений в экономике, трудовых коллективах. При рыночной модели цель управления – это получение прибыли для удовлетворения интересов трудового коллектива и собственника. В плановой модели баланс интересов определяет государство, и как следствие они не совпадают. При рыночной модели такой баланс достигается на основе рыночных механизмов саморегулирования. При этом государство не самоустраняется от регулирования процессов, но и управленческое воздействие осуществляет не непосредственно на многочисленные субъекты и объекты, а сводится к установлению правил ведения производственной, хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности. По разнообразным содержаниям наполнены и другие элементы, присущие управлению. Различаются не только цели управления, но и способы, методы их достижения. При плановой экономике цели управления реализуются в основном организационно-распорядительными, административными методами. При рыночной государстве воздействует в основном экономическими методами, основанными на учете объективных экономических закономерностей. В сфере управления выделяются макро- и микроуровни. Объектом управления на макроуровне могут быть природные, материальные, трудовые, финансовые и другие ресурсы, экономический, научно-технический, промышленный, сельскохозяйственный потенциал, народное хозяйство в целом, предприятия и другие хозяйственные организации. К объектам управления на макроуровне относят также и направления участия страны в международном разделении труда. На микроуровне в качестве объектов управления выступают отдельные подразделения объединений, предприятий и других организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность. Управление как на макро, так и на микроуровне представляет собой постоянное взаимодействие между управляющей и управляемой системами. В современных условиях оно основывается на фундаментальных принципах, то есть руководящих правилах, основных положениях, нормах поведения, которыми должны руководствоваться органы управления в любых социально-экономических условиях, складывающихся в обществе. Принцип взаимосвязи экономических и политических факторов в процессе выработки, принятия и реализации управленческих решений. Как правило, внешнеэкономические интересы реализуются преимущественно политическими действиями правительства на межгосударственном уровне. Здесь очень важно найти золотую соседину при выборе средств для достижения всех ценностей, которые ставят перед собой страна в процессе формирования международных экономических отношений. Без сомнения, внешнеэкономическая политика государства должна прежде всего защищать интересы социально-экономического развития собственной страны, предприятий и других организаций. Принцип рационального соотношения централизованных и децентрализованных подходов в процессе выработки, принятия и реализации управленческих решений как на макро- так и на микро-уровнях. На макро-уровне соотношение централизованного и децентрализованного подходов определяется степенью вмешательства государства в управление экономикой. Это вмешательство проявляется в масштабности регулирующей и контролирующей роли государства. Как правило, и об этом свидетельствует мировая практика, в периоды экономических трудностей роль государственных органов значительно усиливается. В период подъема экономики, динамичного ее развития, регулирующая и контролирующая роль государства в управлении внешнеэкономической деятельности, как правило, ослабевает. Принцип планового ведения хозяйства как на микро- так и на макро-уровне. Прежде всего, необходимо отметить, что речь здесь идет не о директивно-адресном планировании, которое было характерно раньше. На макро-уровне следование указанному принципу означает установление на длительный период основных направлений экономического развития, определение приоритетов и темпа, пропорций в экономике с учетом влияния экономических факторов, политической ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. В конечном счете, речь идет о фундаментальном научном подходе к определению целей, достижению которой должно стремиться общество. На микро-уровне этот принцип реализуется в виде стратегических и текущих планов внешнеэкономической деятельности у субъектов хозяйства. Принцип материальной и моральной заинтересованности людей в результатах их действий. Речь идет о стимулировании мотивации работников к труду при помощи сбалансированного использования средств материального и морального воздействия. Отбросив все прошлые идеологические наслоения относительно материального и морального стимулирования, следует прежде всего отметить, что стимулирование мотивации людей к труду имеет в принципе определяющее значение в повышении производительности труда, эффективности работы любого хозяйствующего субъекта. Принцип обратной связи в процессе взаимодействия управляющей и управляемых систем крайне необходима и обратная связь, поступающая от объекта управления. Наличие такой связи позволяет управляющей системе постоянно корректировать свои действия, соотносить их с реальной действительностью и на этой основе вырабатывать и принимать, реализовывать управленческие решения. Как в любой сфере человеческой деятельности, к управленческому тректу присуще разделение, то есть обособление отдельных участков работы. В управленческой деятельности они определяются как функции управления, общие и специфические. К общим функциям управления относятся планирование, организация, мотивация, контроль. Специфические функции – это управление научно-техническим прогрессом, межэкономической деятельностью, социальной системой и другими процессами жизни государства. Планирование представляет собой определение стратегии развития управляемого объекта. На общегосударственном уровне эта функция предполагает всестороннюю разработку межэкономической политики страны, определяющую как количественную, так и качественную оценку участия страны в международном разделении труда и ее место в мировых хозяйственных связях. Организация, основа управления, она рассматривается с двух сторон, как организационная структура, то есть структурное построение субъекта и объекта управления, и как действие осуществления процесса выработки, принятия и реализации решения. Речь идет об организации управления экономикой, включающей и межэкономическую деятельность. Регулирование, координация представляет собой подготовку и учтение согласованных деятелей органов управления в процессе реализации ими своих целей и задач. Учет, контроль, сбор и систематизация информации о реальной ситуации, проверка ее достоверности в соответствии с планом, законом и нормативным актом. Для достижения намеченных целей управления применяются соответствующие методы, способы воздействия на объект управления. Они классифицируются на три группы – экономические, административные, социально-психологические. Экономические базируются на использовании таких рычагов и стимулов, как цена, стоимость сырья, рабочая сила, транспортировка, налоги, пошлины, акцизные сборы. Экономические методы можно квалифицировать как косвенные средства, воздействия на управляемые объекты. Административные – это способы административного воздействия путем приказов, распоряжений, указов, инструкций, исполнения которых обязательно. Административное воздействие носит прямой принудительный характер. Социально-психологические методы – это методы непосредственного воздействия на человека, его индивидуальность. Объектом управления здесь выступает человек во всем многообразии его взаимоотношений с другими людьми и коллективами в процессе производства и обращения. Необходимо отметить, что методы должны использоваться управляющими структурами при воздействии на объекты управления в органическом сочетании. В настоящее время, когда существуют кризисные явления, было бы ошибкой недооценить роль государственного управления экономикой, в том числе и ее внешнеэкономической сфере. Но по мере перехода от рыночных условий к другим, роль государства должна снижаться. Это касается лицензирования хозяйственной деятельности и реализации государственной монополии на ее отдельные виды, осуществления государственными органами или их уполнобоченными агентствами, хозяйственных и финансовых операций. В процессе совершенствования системы государственного управления необходимо обеспечить его рационализацию и формирование структур, адекватных новому этапу развития страны и способных с наибольшей эффективностью регулировать процессы реформирования реального сектора экономики, бюджетной системы, социальной сферы и предприятий всех форм собственности. Для этого должен быть использован мировой опыт стран с социально ориентированной рыночной экономикой, в которой государство, учитывая социальные индикаторы экономического развития, содействует экономическому и социальному росту. Следующий вопрос это организация управления внешнеэкономической сферой. Внешнеэкономические связи во всем мире осматриваются как часть целостной системы хозяйствования. Однако в разных странах управление ими на государственном уровне специфично. Так США и внешняя и внутренняя торговля рассматриваются как взаимосвязанные части национальной экономики, а потому управляются одним ведомством, министерством торговли. В Великобритании управление внешнеэкономическими связями на макро уровне осуществляется в Министерством торговли и промышленности. В Японии Министерством внешней торговли и промышленности. В России Министерством экономического развития и торговли. В Республике Казахстан структура государственного управления внешнеэкономической деятельностью формируется в условиях обретения своей политической независимости на основе Конституции, осуществляя постепенный переход к новой модели. Особенности переходного периода и связанные с ним противоречия, несомненно, сказываются на развитии структуры государственного управления внешнеэкономической сферы, что предполагает ее совершенствование. К настоящему времени управление внешнеэкономической сферой осуществляется системой органов государственной власти. К ее исполнительной ветви относятся президент и правительство. Президент является главой государства и сфере управления на общегосударственном уровне, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики страны. Правительство Республики Казахстан, коллегиальный орган, осуществляющий исполнительную власть Республики Казахстан, возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью, издает постановление распоряжения в исполнении законов, регулирующих некую экономическую деятельность, осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными государствами и международными организациями. В области государственного регулирования внешнеторговой деятельности правительство обеспечивает проведение государственной и межторговой политики, разрабатывает программу развития внешнеэкономической сферы, принимает меры по защите национальных товаропроизводителей, утверждает величины ставок таможенных пошлин, осуществляет другие полномочия в области государственного управления внешнеэкономическими связями в соответствии с Конституцией, с законами, указами президента Республики Казахстан. При правительстве Республики Казахстан на правах совещательного органа работают Совет по экономической политике, Совет по экспортной политике, Совет по улучшению инвестиционного климата и другие, созданные для решения фундаментальных проблем. Решение комиссии носит рекомендательный характер и подлежит дальнейшему утверждению правительством страны. Помимо этого, регулирование внешнеэкономической деятельности производят такие ведомства, как Министерство торговли и интеграции Казахстана, Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Министерство финансов Республики Казахстан и Министерство национальной экономики. Управление внешнеэкономической сферой на региональном уровне. Помимо странового уровня, то есть макроуровня, есть еще региональный, мезоуровня. Формирование регулирования сопровождается возрастанием роли региональных управленческих структур. Решение проблем повышения эффективности экономики, в том числе ее внешней среды, в значительной степени зависит от сочетания общегосударственных интересов и потребностей населения, проживающего на соответствующих территориях, форм и методах взаимодействия местных исполнительных и распорядительных органов, соответствующими республиканскими органами государственного управления. Наиболее крупным региональным объединением Республики Казахстан является область и столица государства. Наряду с этим региональные органы власти надеяны правами в следующих областях. Разработка проектов, программ и прогнозов развития внешнеэкономической сферы региона. Обеспечение проведения единой государственной политики во внешнеэкономической деятельности региона. Разработка рекомендаций по участию субъектов в хозяйствовании во внешнеэкономической деятельности по обеспечению увеличения экспортных подставок. Координация деятельности по созданию и функционированию свободных экономических зон регулирования приграничной торговли. Оказание организационной методической помощи субъектам в хозяйствовании, а также их информационное обеспечение. Изучение и обобщение опыта зарубежных стран в области внешнеэкономической деятельности, подготовка и реализация мер по его использованию. Участие в установленном порядке в осуществлении экспортно-импортного контроля в цели защиты экономических интересов региона. Обоснование приоритетов региона во внешней торговле зарубежными странами. Ну и, конечно, регулирование управления должно осуществляться на уровне предприятия, то бишь на микроуровне. Предприятие следует рассматривать как основной звенной экономики. Именно на нем осуществляется производство продукции, происходит непосредственная связь работника со средствами производства. Предприятие производственная единица, обладающее производственно-техническим единством, организационно-управленческой и хозяйственной самостоятельностью. Предприятие может быть формальным и реальным субъектом предпринимательства. В соответствии с действующим законодательством предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для производства продукции, выполнения работ или оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Реформирование внешнеэкономической сферы радикально изменило статус предприятия. Трансформация предприятий и состояние исполнителя в положении субъекта внешнеэкономической деятельности вызвала необходимость перестройки системы управления внешнеэкономической деятельностью предприятия как в направлении появления новых функций, так и формирования новой организационной структуры управления, отражающей возросшую роль на предприятии в развитии внешнеэкономической сферы. Структура управления внешнеэкономической деятельностью на предприятии зависит от цели и задач, которые она призвана решать, от характера специализации предприятия на внешнехозяйственной деятельности. На выбор организационных форм внешнеэкономической деятельности большое влияние оказывает степень зависимости предприятия от внешнего рынка, то есть насколько оно включено в международное разделение труда. На специализированных внешнеторговых предприятиях типа экспорт-импорт управление строится по одной системе, на тех, где внешнеэкономическая деятельность является лишь частью хозяйственной деятельности, по другой, что предполагает различные варианты организационных структур. В силу многообразия конкретных целей и задач и условий не может быть индийной стандартной структуры внешнеторговой фирмы для всех предприятий. Как пример показан на слайде, приведена схема управления на специализированном внешнеторговом предприятии. Отдел внешнеэкономической связи на неспециализированных предприятиях не является автономным образованием, а может представлять часть аппарата управления. В этой связи ОВС работает в тесном контакте с производственным, техническим, бухгалтерским, юридическим и другими подразделениями. Все они образуют единую организационную структуру. Наряду с организацией управления внешнеэкономической деятельности на предприятии, при которой всю работу возглавляет отделы внешнеэкономических связей, а ведущая роль принадлежит службе маркетинга, нередко встречаются иные построения, при которых руководство внешнеэкономической сферы осуществляет отдел маркетинга. Едиными словами, отдел внешнеэкономической службы может быть трансформирован в отдел маркетинга. Такой вариант вполне оправдан, так как принципиальных коренных различий между маркетингом для внутреннего рынка и маркетингом для внешнего рынка нет, хотя нельзя не учитывать более высоких требований, проявляемых внешним рынком, что объединяется более острой конкуренцией и значительным превышением спроса на предложение. Благодарю за внимание, ребят. Обсудим лекцию попозже. Обсудим лекцию попозже. Обсудим лекцию попозже. Обсудим лекцию попозже. Продолжение следует...